Все деяния и духовные состояния человека сосредоточены в его навсе и сердце, составляя суть внутреннего мира. Они проявляются в альбарзахе в виде различных образов, которые могут исходить и от божественного нура, света и от мрака. Нужно уметь различать их происхождение. Есть несколько способов распознать эти образы. Итак, если в человеке преобладает сильная любовь к Всевышнему Аллаху и стремление к его довольству, то во сне это проявляется в виде словословия, тазбих, поминания Всевышнего, зикр, поклонения, покорности Создателю, справедливости, искренности, богобоязненности, а может быть и в образе приятных на вкус плодов – яблока, виноград, тыква или драгоценных камней, райских дев, слуг, то есть в виде красивых и возвышенных образов. А если в человеке преобладает похоть или сила гнева, то во сне он видит образы таких животных, как свинья, змея, бык и подобных им. В случае же, если человек охвачен гордыней, то это находит свое отражение во снах в виде таких животных, как лев, тигр, гепард и других хищников. А когда человек охвачен алчностью и скупостью, то это отображается в его снах в виде пауков, скорпионов и других тварей. Все эти образы человек может увидеть и во сне, и наяву. Человек, вступивший на путь самосовершенствования, Салик, на первых этапах борьбы со своим навсом, видит во сне себя противостоящим зверям, животным и насекомым огромных размеров. Но по мере работы человека над собой, они уменьшаются и становятся ничтожно малы, подобно мухам и комарам. Из этого следует, что необходимо бороться со своим навсом, подавлять его путем постоянного самовоспитания, уничтожая сначала наиболее губительную его часть, и только потом приступать к устранению менее разрушительного. Причина гнева Знайте о мусульмане, что пробуждает гнев непонимание сути мироздания. Есть только один Всевышний, создатель всего происходящего во Вселенной, а люди ошибочно полагают, что всякое их деяние сотворено ими самими. Навс человека обладает двумя неотъемлемыми качествами, присущими ему с рождения. Первая – страсть, второе – гнев. Страсть порождает домогательство, похоть, алчность, долгие чаяния, любовь к мирской жизни и другие подобные им качества. А гнев порождает высокомерие, себялюбие, вражду, зависть, ненависть и другие подобные им скверные качества. Однако именно страсть и гнев берегут человека, потому как страсть заставляет человека стремиться к тому, что приносит ему прибыль, а гнев ограждает человека от окружающих его опасностей. Поэтому полное избавление Навса от этих характерных его проявлений не приведет человека к совершенству. Напротив, укоренит в нем ущербность. Но и преобладание этих двух качеств в душе непременно ей навредит, взрастив ущербность в разуме и вере, иман. Поэтому необходимо воспитывать человеческий Навс так, чтобы добиться соразмерности между этими двумя крайностями. Это и есть основная методика и суть суфийского пути, который исходит от благословенного Ахмада, мир ему. Одно из имен пророка Мухаммада, мир ему. Ведь следуя этому пути, человеческий Навс замещает в себе порицаемые качества восхваляемыми. Вместо страсти появляется любовь к Аллаху. На смену похоти приходит благочестие, а гнев перерастает в ревность по отношению к предписаниям Всевышнего. Такое происходит со всеми порицаемыми качествами Навса. Как поступать, если охватывает гнев? Когда раба Всевышнего Аллаха охватывает состояние гнева, ему ни в коем случае нельзя выходить за рамки истины и справедливости. Напротив, необходимо следовать указанию пророка, мир ему. Если один из вас начинает гневаться, то пусть он хранит молчание. Гневающемуся необходимо свершить малое ритуальное омовение, ибо гнев подобен огню, а вода способна погасить его. На это также указал посланник Аллаха, мир ему. Человек, которым начинает овладевать ярость, должен остерегаться того, чтобы это состояние не подтолкнуло его к порицаемому. Ведь подобное может привести к печальным последствиям, к нарушению границ истины и справедливости. И пусть он помнит слова пророка, мир ему. Есть три качества, которые спасают человека, и столько же качеств, которые влекут за собой погибель. Спасающие – это богобоязненность скрытая и явная, то есть среди людей и в одиночестве. Следование слову истины, как в состоянии умиротворенности, так и в гневе, а также умеренность и в богатстве, и в бедности. Губящее же качество – это скупость, которой человек подчиняется, страсть, за которую он следует, и восхищение своим мнением. По другой версии – восхищение самим собой. Подытоживая вышесказанное, отметим, что рабам Аллаха необходимо формировать свой нрав в соответствии с нравами Всевышнего. Об этом также сказал посланник Аллаха, мир ему. «Перенимайте нравы Аллаха». Подобно тому, как Всевышний Аллах не гневается ради себя, так и человеку не следует гневаться и мстить ради себя самого. Так, если бы Всевышний Создатель гневался бы ради себя, то тогда он в одно мгновение погубил бы все творения. Знайте, мусульмане, что традицией благочестивых людей является терпеливое отношение к своим женам и перенесение вреда, исходящего от них. Об этом передано много историй. Приведем одну из них. У шейха Ахмада ар-Арифаи была сварливая жена, которая своим языком вредила ему. Некий человек увидел во сне, что шейх обладает степенью, которой доволен Аллах. Как-то раз этот человек зашел в дом ученого и увидел, что жена шейха бьет его кочергой по плечам, а одежда его почернела. Шейх же при этом хранил молчание. Этот человек, возмущенный, вышел из дома шейха. Затем он встретился с меридами шейха и спросил их, «О люди, как вы можете молчать, в то время как эта женщина наносит такой вред нашему шейху?» Один из меридов сказал, «Цена махра, свадебного подарка этой женщины, 500 золотых монет, а шейх – бедный человек. Тогда этот человек собрал 500 динаров, отнес их шейху на подносе и положил перед ним. Шейх спросил, «Что это?» Тот ответил, «Это свадебный дар этой несчастной, которая поступает с тобой так-то и так-то». Тогда шейх улыбнулся и сказал, «Если бы я не терпел ее побои и язык, разве ты увидел бы меня в той степени, которой доволен Аллах?» Когда один благочестивый человек захотел развестись с женой, его спросили, «Какой вред тебе от нее?» Он ответил, «Разумный человек не разоблачает свою жену». А когда после развода его спросили, «Почему ты развелся с ней?» Он ответил, «Какое мне дело до разговоров о женщине, которая для меня стала чужой?» «Поэтому я завещаю вам, о дети мои, чтобы вы хорошо относились к вашим женам. Проявляйте по отношению к ним лучшие нравы, будьте мягкими и пребывайте в радости и довольстве». Люди критикуют подобных нам, мюридов, даже за самое малое упущение. Наши незначительные недостатки и деяния они считают большими. Будьте предельно осторожны, и остерегайтесь того, за что люди могут упрекнуть нас, будь это слова или деяния. Будьте довольными, приятными, дружелюбными и утешающими своих супруг. Да сделает Аллах исход вашей совместной жизни благим». Знаете, если мы будем часто спорить с женами и при этом плохо выражаться, то, несомненно, они станут меньше уважать и почитать нас. В большинстве случаев у них не хватает времени ухаживать за нами из-за занятости домашними делами. Поэтому проявляйте терпение, снисходительность и прощайте их. Увещевайте и наставляйте их мягко и деликатно, без грубости. То, что они делают, нам достаточно. И хвала Аллаху, Господу миров. О необходимости хорошего мнения о Всевышнем Аллахе Это место стоянки предыдущих и последующих поколений людей. Всевышний Аллах в священном хадисе говорит смысл. «Я такой для моего раба, как он думает обо мне. Так пусть он имеет обо мне хорошее мнение». В другом предании говорится «Так пусть раб думает обо мне, как пожелает». Разумен же тот, кто улучшает мнение о своем Господе в каждом вдохе и выдохе. Если ты будешь думать, что Аллах не погубит тебя в этой жизни и не предоставит тебя самому себе даже на миг, то Творец поступит именно так. Если ты будешь думать, что Всевышний возместит за тебя то, что было нарушено тобой из прав других людей и не накажет тебя за это, то Он осуществит и это. Если ты будешь думать, что Всевышний пошлет тебе счастье умереть в единобожии, то Господь наделит тебя этим. Если ты подумаешь, что Аллах убережет тебя от ужасов судного дня, то Создатель поступит именно так. Если ты будешь думать, что Творец не учинит тебе допрос и не спросит о чем-либо, то Он осуществит и это. Если ты будешь думать, что Всевышний укрепит твои ноги на мосту сират, то Он сделает это. Если ты будешь думать, что Создатель отправит тебя в рай, то Он одарит тебя и этим. Уважаемые друзья, напишите в комментариях, насколько полезным оказалось для вас данное видео, а также на какие темы вы бы хотели увидеть ролики на нашем канале. Мы обязательно учтем ваши пожелания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...